Сегодня в Петропавловске вынесли приговор главному фигуранту дела о взяточничестве. На скамье подсудимых экс-директор областного филиала Казов Тажол. Напомню, в феврале Оскара Жанкина арестовали при получении взятки в 2 миллиона тенге. Кстати, при себе в этот момент у него нашли такую же сумму собственных денег. Ее тоже изъяли на время расследования. Во всех преступных действиях подсудимый сознался и полностью признал вину. Это стало смягчающим обстоятельством. К тому же Оскар Жанкин имеет положительные характеристики с работы и места жительства, о чем судья упомянул при вынесении приговора. Вчера гособвинитель просил назначить Жанкину 4 года лишения свободы с конфискацией имущества. По статье 366 Уголовного кодекса части 2 предусматривается еще один альтернативный вид наказания – штраф. Именно его назначил судья. 120 миллионов тенге должен выплатить коррупционер государству за свой проступок. Однако, с учетом того, что он с февраля по август находился под арестом, сумму уменьшили на 1 миллион тенге. Оскара Жанкина освободили из зала суда под подписку о невыезде. Оскар Жанкина, старый советовщик назначен доказание в виде штрафа в размере 119 миллионов тенге с конфискацией имуществ, находящихся в том числе осуществленного, добытого незаконным путем, либо приобретенного средства добытого незаконным путем с пожизненным, с лишением права занимать определенные должности, связанные с осуществлением государственных функций, в государственных органах и на государственной службе. Осужденные обязаны оплатить штраф не позднее одного месяца дня вступления приговора законной силы. Продолжение следует...